Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпятом или же Александр, и мы вместе с вами продолжаем ухаживать за нашими автомобилями и выживать в игре под названием Monbazoo. А еще, оказывается, это самое что ни на есть настоящее BMW E38. Вы мне об этом рассказали в комментариях. Да, она похожа на BMW, я догадывался, но не знал, что это 38-я. Ну, теперь буду знать, друзья, в BMW я разбираюсь слабо. И пока ролика не было, я тут немного разобрался, как колоть дрова, как отвозить их брату, как зарабатывать деньги. И сегодня, друзья, мы с вами отправимся в город на какие-то ночные гонки. Надеюсь, нас примут. Они возле старого супермаркета проходят. Тут, по-моему, было где-то на холодильнике написано. Автомобильная встреча каждую ночь в заброшенном продуктовом магазине. Поедем. Но, друзья, так как я заработал денег, я купил себе новую выхлопную систему и спортивное сиденье. Сейчас мы их поставим. Но сперва давайте я покажу, как вообще зарабатывал деньги. Для этого берем бензопилу. Берем какое-нибудь дерево. Тут деревьев уже мало осталось. Ну, давайте, например, березу. Распиливаем ее. Березочка распиливается. Вот так. Красивая эта моя хорошая. И теперь ее нужно отнести в дробилку. Сперва заливаем сюда топливо. Потом нажимаем клавишу. Клавишу-кнопку. Заводим. Дергаем. И, по идее, оно завелось. Звук еле слышный. Опа! Поршень давит на бревно. И оно раскалывается. А потом мы это бревно грузим в наш пикап. Отвозим брату, который был по дороге в город. И вуаля. Деньги есть. Но сейчас самое главное, друзья, конечно, это установка всяких прибамбасов для нашей машины. И где гаичный ключ? Так. А как поставить выхлопную систему? По идее, нужно сперва, наверное, поддомкратить. Снять как-то бампер. И потом уже попытаться что-то сделать. Давайте. Первый домкрат. Хорошо. И давай второй. Прекрасно. Теперь вопрос. Как снять бампер? Болты не подсвечиваются. Хотя, стоп, внутри что-то. Ага. Но это держит не бампер, а фару. Эти болты. Фару-то нам зачем снимать? О! Ничего себе. Прямо вот так. Так просто. Я думал, будет сложнее. Вылазь. Хорошо. Давай положим сюда. И это тоже мы скручиваем. Посмотрите, друзья. Какая старая, ржавая, ужасная выхлопная система. А новая, красивая. Да, она мало на что повлияет. Чисто понты, друзья. Ну, хочется в город уже приехать понтовым челом, да? Чтобы все такие, о, нифига себе. А ты серьезный понтовый чел? Я такой, да, да. Эти понты, это я их сделал. Давай подключать. Ага. И где наш гаечный ключ? А. А где он? Блин, пипец. Попробую еще найди его. Офигеть. Вот это маскировка. Нельзя ложить его на землю, иначе я его не найду в следующий раз. Это дико повезло. А запомнить тоже вариант, да? Казалось бы. Но я не могу. Ха-ха-ха. Так, второй болт. Друзья, надеюсь, оно не отвалится и будет работать и стоять как нужно. Класс. Ну, смотрится классно. Может быть, даже на ходовые характеристики повлияет. Сильно сомневаюсь. Ну, а вдруг? Дальше. Спортивное сиденье поставим. Оно, конечно, не намного круче, чем стандартное. Но круче. Так, а как его снять? Думаю, должны быть болты. Ага. Спереди. Скорее всего, на четырех болтах оно должно держаться. Сзади есть. Отлично. Ну, чем отличается спортивное? Что у него есть боковые поддержки. Не знаю, как они называются правильно. Вот эти вот крылья, да? Чтобы при поворотах резких чувака не бросало из стороны в сторону. Чтобы он как бы фиксировался в сиденье. Как кресло пилота самолета какого-то. Такое, да? Еще один болт. И хорошо. Так, дальше. Надо бы его снять. А как его снять? Сняли. Без проблем. Интересно, можно будет его продать потом или нет? Если да, было бы здорово. Так. И наши болтики. Даже если бы я парочку потерял, ничего страшного. В гараже у нас есть запасные. Ну и после того, как мы прикрутим сиденья, друзья, поедем к брату. Продадим ему пару дровишек. Я заодно покажу, как это делается. За одно дровишко платит он 5 баксов. Брат очень щедрый, оказывается, у нас. Так. Хорошо. И выхлопная система стоила, по-моему, 140 на заправке. И сиденья где-то так же. Просто дров я отвез действительно очень много. Такие вот дела. Но больше ничем, друзья, не занимался. А с заправкой вы, в общем-то, знакомы. Ну здорово. Все зафиксировали, все прикрутили. Давайте закроем дверь. Еще бы машину перекрасить, было бы классно. И что-нибудь еще сделать. Передний бампер поставить. Но где его взять, не ясно. Так, друзья. Давайте отвезем дрова. В пикапе. Ага. Ну и немного, так чисто. Показать. Оп. Сейчас цели у меня заработать, как бы, и нет. Я не знаю, на что тратить деньги. Я даже пикап заправил, полный бак. Сейчас основная цель, это поехать на ночные гонки. Ну и поднять репутацию с братом и с Жаком. Для доступа на свалку. Хорошо. Снимаем ручник. Друзья, я научился переключаться. Включаем первую передачу. И помчались. Ух ты. Оу. Французско-канадское ругательство, да. Ха-ха-ха-ха. Да, уместно, уместно, уместно. Вылетел так довольно внезапно. А еще я купил там творожный сыр, но я не умею его есть. Я люблю вообще творожный сыр, но конкретно в этой игре, как он кушается, что с ним делать, не ясно. Давайте третью передачу. Братишка наш тут на крыльце сидит. Тормози, тормози, тормози. Тихо, тихо. Шух. Чуть не занесло. И вот сюда подъезжаем. Так спокойно, раз. Опа. 24 бакса. За березу он по 6 платит. Нифига. Тихо, 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 тихо. Я постоянно путаю, какую передачу, как включать на кнопки. И в итоге меня уносит. Так, давай-ка мы нейтралку поставим. Подожди. Ручник. Надо пообщаться с братом. Будет ли он со мной говорить или нет? Обычно он говорит что-то в духе Ну, здорово. Как дела? Как настроение? Я рад тебя видеть, брат. Вот тут у нас репутация с Франциском. Вы уже разговаривали сегодня. С Жаком. Пока не разговаривали. И Норманд какой-то есть. Кто это? Где это? Не знаю. А, блин, друзья. Мне бы еще машину бы заправить нашу. БМВ-ху, да? А знаете, в чем проблема? Проблема-то вполне себе понятная и простая. Я уже не успею на заправку. Она работает до 6. Заправка. Не круглосуточная. До 6. Такого нет уже тысячу лет. Но! У меня есть канистра, друзья, с топливом. И да, мы его зальем. Почему бы и нет. Ну и как раз перед ночной поездкой в город можно будет поспать, отдохнуть. Было бы неплохо перекусить. Персонажу, да? И... Тормози, 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 тормози. И можно будет уже повыпендриваться выхлопной трубой. Так. А что у нас вообще по заданиям? Давайте-ка глянем. Давайте-ка глянем, что у нас по миссиям. Список дел баги. Установить каркас. Да, кстати, я поставил каркас. Тут лежал ящик с... Трубами. Я просто его поднес, и они сами бац и установились. Вот так вот это выглядит. Нужны еще колеса, двигатель, подвеска, коробка передач. Ну, классика. Так, тут у нас. Установить впускной коллектор обратно. Я его поставил, но почему-то не засчиталось. Все остальное сделал. Дальше. Наладить хорошие отношения с Фрэнсисом. В комментах мне сказали, что если это сделать, он построит гараж. А вот купить коттедж и расширить участок? Не знаю как. Получить доступ к свалке через этого, Жака. Тут у нас построить сахарный домик. Я понятия не имею как. Купить пачку трубок. Понятия не имею как. Где-то, наверное, все это продается. И тут, скорее всего, будет гараж. А сахарный домик фиг его знает. Так, ну что, давайте тогда сохранимся. Так. Надеюсь, электричество... Да, пошло. Свет можно выключить. Хотя зачем? Врубаем комп. Сохранимся, ляжем поспать и поедем, друзья, в город. Не знаю, во сколько начинается ночь. Ну, наверное, по логике часов в 12. Должно быть так, да? Ну, считается ночь. Или в 10. Во сколько там уличные гонки устраивают? Ладно, в любом случае, комп еще включается. 2005 год на дворе, между прочим. Врубился, давай. Сейчас он будет в игру играть. В Ultimo Online. Одна из первых MMORPG в мире. Знаем такую, знаю. Давай уже, начинай играть. А, это подключался к интернету он. Смотрите, сколько времени сохранения длится. О, так время пролетело. Слушай, это ж здорово. Это ж наоборот здорово. Так. Встаем. Комп можно вырубить. Давайте тогда перекусим. Путином. Оказывается, это какое-то национальное канадское блюдо. И выпьем кленового сиропа. Спать я уже не буду. Иначе просто не успею, мне кажется. Давайте вырубать электроэнергию. Ну и помчимся. Ага, заправить, 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 заправить. Где канистра? Полная канистра. Надо заправить топливо. Бензобак, 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 бензобак. Стой. Открутить. Как открутить? Вот. Хорошо. А то бы так и поехал. О, заправляется. Уж побоялся, что не получится. А то нифига не видно. Освещения ночного нет у нас. Так, ну я думаю, литров вот сколько мы заправили? Литров получается 13. Этого должно быть достаточно. На какое-то время теперь закрутить крышку? Не, закручивай. И все. Можно ехать, друзья мои. На спортивном сиденье. Как же здесь уютно. А как, подожди. А, свет как врубить? Подожди, открой. Во. Ну смотрите, атмосферно, не правда ли? Заводимся. И так. Вперед. Ручник. Не включен. Ну, блин, опять я не туда еду. Сейчас приеду, блин. Давай назад. Так. Вперед, вперед, вперед. Серьезно? Ну, блин, серьезно? О, поехал. Тьфу. А ехать не хотел. Сиденье не мешало. Фух. Включить дальний, может быть? Да, так будет комфортнее как-то. Пыль прямо летит из-под колес, да? Но едем, друзья, в город на гонки. Чуть со скалы не слетел. Вот это было бы обидно, неприятно и внезапно. Успею ли я на эти гонки? Ох. Ну и автомат как-то поприятнее. Да. Он не намного быстрее у этой машины, чем у того же пикапа. Но зато ты всегда знаешь, что машина будет ехать. Несмотря на... Нифига не видно. Несмотря на то, тупишь ты или не тупишь, ты всегда движешься строго вперед. И это прекрасно. Так, поворот в город здесь. Время летит, конечно. Пипец, как быстро. А усталости стало еще больше у персонажа. Давай, давай, не тормози, не тормози. А то сейчас все разъедутся. Мы уже час, блин, едем. Ощущение, будто бы когда ты едешь, время течет быстрее. А вон, смотрите, друзья. Там сборище реально автомобилистов. Там много машин стоит. Кайф. Кайф, мы успели. Эй, ребята, я приехал. Ну че, тут у нас тусовка, да, я смотрю? Че, обсуждаем? Нейтралка. Паркинг. Музыка какая-то играет. Так, ну шо, ребятки? Антони. Выглядишь хорошо сегодня? Что ты делаешь сегодня вечером? Эй, кстати, я думаю, что у вашего Кёнига большая утечка масла. А, неважно. Это след ржавчины. Ха, мой косяк. Да я бы сегодня поучаствовал бы с удовольствием. Так, гонки на лесопилку, гонка в федерацию. Ну, у меня только 50 баксов есть. Погнали. Жесть. А я точно смогу победить его? Слушай, а я не уверен. Ну, заводимся. Слушай, а я вообще не уверен. Мне даже страшно. Дай-ка я сперва выровняюсь. У тебя машина там вся такая модная, современная, да? Крутая. А я как бы не знаю. Дальний свет, я думаю, можно врубить. Ну, чё, едем? Что? Поехали! Вау! Он гораздо быстрее, чем я, конечно, едет. Объективно. Но! Попробую на поворотах его как-то сделать. Это первая уличная гонка. Куда ехать хоть? Я же даже не знаю примерно. Даже. Слушай, а так-то я... Динамика у него лучше. Ты чё, победил уже, что ли? Ты чё, уже победил, что ли? Я думал, у нас тут целая, типа, на лесопилку. Такая... У меня не было шансов. Газ в пол был, но что я мог сделать? Жесть. Это подстава какая-то? Да. Хотел его протаранить, отомстить ему. Но ни к чему это не привело. Слушай, а если я выйду и поговорю с тобой сейчас? По-моему, это было грубо как-то. Я так люблю гонки, не представляешь, чел? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да-а-а-а. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Настолько сильно он любит гонки. Ну пока, чел. Пока. Да, у тебя 50 моих баксов, зато я живой. А ты под землёй. Ха-ха-ха. Что это было? Может быть, он назад просто телепортировался? Не знаю. Оль, смотрите, лесопилка. Там какой-то... Какая-то точка была. Может, имеет смысл на лесопилку отвозить дрова? И это будет прибыльнее. А чё, они уже все разъехались, что ли? Блин, ну офигеть. Они все разъехались уже. Опозорили меня тут перед всеми вами, друзья. И уехали. Ну офигеть теперь. Так, а как можно... Увеличить характеристики скоростные. Двигатель новый поставить? Турбонадув какой-нибудь? Форсировать движок старый? Я не знаю. Друзья, какие советы? Куда можно съездить? Как можно улучшить? Я видел двигатель, конечно. Новый. Но он стоит 3000. А это как бы вообще уже не шутки. Стой, ты далеко собралась? 3000 это вообще уже не шутки. Это надо долго работать, чтобы 3000 заработать. Объективно. Так, что у нас тут? Положите бревна сюда для продажи. А, прям бревна можно продавать, не распиливая на дрова. Нужно будет ради эксперимента заехать и попытаться. Но мне кажется, брат все-таки выгоднее покупает. Так, ну что, поехали домой тогда? Как-то разворачиваемся. Уже 5 утра, а я не выспался. Я проиграл, я потерял деньги. И это просто большая неудача на самом деле. Ну ладно, я не расстраиваюсь. Первый блин комом. Значит, такова судьба. Почти уже, друзья, дома. Но знаете, что я понял? А дети, деньги-то нужны не только для того, чтобы машину апгрейдить, но еще и еду покупать. У меня персонаж крайне сильно уже проголодался. Хочет всякого разного покушать. Ладно, глушим машину, выключаем свет. Уже утро раннее. Надо пойти хотя бы поспать, а утром уже покушаем. Давай, дрыхнем. 6.40, друзья. Полтора часа, считай, домой ехал. Офигеть. А проснемся только... Ох ты, в два часа дня, в полтретьего. Так мы ж ничего не успеем. С такими темпами. Да, ночные гонки, это, конечно, круто, но ничего нет. Стоило ли оно того? Не знаю. Еда. Плюс питье. Он пьет кленовый сироп вместо... Ну, вы понимаете. Сумасшедший упаковщик картофеля фри. Нужно класть творожный сыр и картофель фри. И что будет? Резак для картошки. Блин, прикольно. Картофель фри с сливочным сыром. Почему бы и нет. Так, а вот это что за здание, друзья? Оно меня привлекает, а я ни разу к нему не подходил. И даже не пытался узнать, что это вообще. Похоже на гараж. Нет электричества. Нет электричества. Ну, этот гараж может стать нашим? Чисто гипотетически интересно. Ну и ладно. Раз такие, друзья, дела, давайте вот чем займемся. Мы будем зарабатывать сейчас деньги, как умеем. А именно, рубить с дрова. Рубить с дрова. Рубить с дрова. Слушай, а можно же... Ты не можешь это срубить. Взять бревна и попробовать именно их продать сразу на лесопилке. Посмотреть, сколько это даст денег. Я, пожалуй, так и поступлю. Загружу сейчас бревна и сгоняем на лесопилку. Посмотрим, сколько это нам принесет. Ну, интересно же ведь. Так. Давай. Надо было машину поближе подогнать. Так и сделаю, потому что это будет продолжаться бесконечно. Так. Убираем тормоз. Поехали. Вот так, аккуратно. Аккуратно. Совсем другой разговор. Все. Так, подожди. Где ручник? Я, блин, ножник. Надо научиться еще и ручник на кнопку нажимать. Ну, я не знаю, какая. Я пробовал, не нашел. Так. И если мы зарабатываем за одно дровишко где-то 50-60, видимо, в зависимости от древесины, какую используем, то за одно бревно сколько заработаем? Пока не ясно. Так, снимаем. Поехали. А? Как время летит для вас. Да? Мы уже в городе, друзья. Мы уже в городе. Заскочим заодно на заправку. Чисто посмотреть, что там продается. Потенциально крутого для машины. Но сперва лесопилка. Такс. Где-то она должна быть тут. А вот и она, да. Недолго от меня пряталась и скрывалась. А еще тут, походу, можно как-то поехать на материк. Я не знаю, что там будет, но надо будет сгонять ради интереса. Так, давай. Положите бревна. Магазин закрыт, проваливай отсюда. Вы что, гоните, что ли? Э, а что это? А что в смысле закрыт, проваливаете? А во сколько он... Че? Суббота? А, так он не работает вообще. Получается, нету времени работы магазина. В смысле? Меня развели просто? А как? А как узнать, когда он работает? Обычно пишут срок. Время работы, да? И день работы. И время выходных. И день выходных. А здесь нифига. Че-то как-то обидно. Че, это домой, что ли, ехать? Эх. Не хочу домой ехать. Кое-куда я хочу съездить. На материк. Тихо, тормозит. Материк это у нас получается через вон туда. На континент. Поехали. Была, не была. Че там будет, то там и будет. Не просто так же указано, что туда можно поехать. А 90 миль ограничения. Хоть бы тут не было невидимой стены или типа того. Хоть бы там был какой-нибудь супер автосервис, в котором можно покупать супер классные штуки для машины. Как раз мы должны переехать в мост и должен быть континент. Но там есть дорога. А это уже что-то. Это уже показатель того, что там что-то должно быть. Ну и лес появляется, конечно. Куда ж без этого. Но мы уже тут. А карта не обновилась. Мы на континенте. Хм. Че по топливу. Топливо есть еще. Как будто мощности немного не хватает машине, чтобы в горочку ехать. Лонг драйв сразу вспоминается. Похоже, континент это место, на котором нет ничего. Потому что здесь ни трафика нет автомобильного, ни людей. Просто дорога, ведущая в никуда, по большому счету. Я туда не поеду, потому что я не вижу в этом смысла. Буду возвращаться, друзья, назад. Нет, но если кто-то из вас знает, что это за континент такой, и есть ли смысл туда ехать, тоже напишите, пожалуйста, в комментах. Может быть, я и сяду, возьму и поеду. Ну, а день сегодня выдался, в принципе, довольно насыщенным. Дрова продали, хоть и немного. В гонках поучаствовали, машину немного проапгрейдили. Так что, все не так плохо. И на этом, друзья, мы с вами, пожалуй, пока остановимся. Надеюсь, видосик вам понравился. Большое спасибо за внимание, за просмотр. До новых встреч, удачи, пока, счастья вам. И берегите себя, друзья. Покедова. Редактор субтитров А.Семкин